Президент Путин, благодарю вас. Начинается сеанс гипноза. Я его соперников дозвал, хорошим соперником, он хороший соперник на самом деле. Да, начало нормальное. Нам известна позиция президента. Не увлекайтесь, надо выпрямиться. Нефтегазовые державы. Вот так лучше. Кстати говоря, в том числе и в Соединенных Штатах, имея в виду сланцевый нефтегаз. Отлично. С производства. Не заинтересованы также мы и в чрезмерно высоких ценах. Усвоили. Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет? Вот на это надо напирать. Для нас с вами они превыше всего. Понятно? Факты. Назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком-то сговоре. А если они есть, то их надо подгонять под их отсутствие. В российском обществе в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах сложилось определенное мнение в отношении кандидатов. Но это само собой разумеет. Отчего здесь необычного? Президент Трамп в качестве сегодняшней нормальной. Вот мы слышали... И о том, что людям знать не надо. Ничего пока не знаю. Мне нужно еще выяснить, о чем там идет речь. Значит, но... Это за мнем для ясности. Что я могу предложить? У нас существует, действует договор между Соединенными Штатами Америки и... Российской Федерацией. 1999 года. Договор... По которому свое получил наш... Бывший министр атомной промышленности был выдан Соединенными Штатами в Российскую Федерацию и был осужден Российским судом. Дональд, не пугайся, хотя... Это работающий договор. Но тебя он не касается. Как президента... Соединенных Штатов. А также других... Официальных представителей Соединенных Штатов, в том числе и этой комиссии. Это надо четко усвоить. А вот... Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно... Так называемый саммит, хотя на самом деле это был сеанс гипноза. Я ведь тоже работал в разведке. И соответствующие навыки не утратил. Коллега, когда господин Трамп приезжал в Москву... Ну ладно, об этом не стоит распространяться.